Опасно свободный человек. Мне нравится это выражение, которое я начал применять к себе. Я считаю себя для системы опасно свободным человеком. И те люди, которые вступили в партию 5.10, они тоже опасно свободные люди. Это люди, которые творят, изобретают, ищут и в общем-то создают новую реальность. И опасно свободные люди могут позволить себе такие выражения. А пошли они в жопу, наши правители. Пусть они делают, что хотят, как хотят. Мы создаем новую реальность. Мы баллотируемся, несмотря на то, что у нас нет денег. Мы участвуем в выборах и общественной жизни страны, для того, чтобы заразить как можно больше людей системой 5.10. Мы создаем буквально опасно свободных людей. Людей, не зависящих от системы. Людей, не спрашивающих системы «можно», «нельзя», а которые хотят и делают. Хочу и делаю. Хороший ловень для каждого. Быть опасно свободным человеком в Киеве на выборах – это значит разрисовывать все в 5.10. Это значит носить на себе футболку 5.10. Это значит наклеить себе на телефон 5.10. Это значит ловить всех горожан и рассказывать им про 5.10. Мы опасно свободные люди. Мы хотим свободы для своего государства. Мы хотим открыть границы. Мы хотим, чтобы Киев превратился в свободный город для предпринимателей. Мы не хотим, чтобы у нас бесконечно сносили и тут же устанавливали киоски. Мы не хотим, чтобы у нас гоняли маленькие кофейни на колесах, которые дают возможность людям хоть как-то выживать. Мы не хотим, чтобы в Киеве строились только магазины «Рошен». Мы хотим, чтобы все были одинаково свободны. Я хочу установить правила в Киеве, по которой вы можете прочитать на сайте мэрии. Где будет четко написано, где вы можете ставить, а где не можете ставить. И если это можно, то вы будете там торговать совершенно свободно, не спрашивая у чиновников. Я хочу потерять 70% чиновников. Я хочу эту систему поломать через колено. Почему? Потому что я опасно свободный человек. Я независим от планов. Я фактически не сотрудник ни с одним олигархом, хотя я и обращаюсь ко многим, чтобы они помогли деньгами. Но тем не менее, мы не с ними. Мы с вами, с теми людьми, которые становятся опасны, свободными для Украины. Помните, как вы выходили на один Майдан, как вы выходили на второй Майдан и какое ощущение у вас было. Вспомните это чувство и вспомните, как вас обдурили. Почему? Потому что вас повели за неправильными целями. Недостаточно прогнать одних казнокрадов и посадить на их место других казнокрадов. Нужно менять систему. А ее нужно ломать через колено. В Киеве можно это начать. И для этого мы с вами выходим на выборы, чтобы победить. Победить предсказание, что вы никогда не победите в этой странице. Страшное предсказание. У вас никогда не получится. Но опасно свободные люди говорят, что получится. Не вчера, так сегодня. Не сегодня, так завтра. Если постоянно заниматься очень важным и правильным делом, оно рано или поздно выстроит. Поэтому скажите им всем. Да идите вы. Мы победили. Несмотря ни на что. И киевляне к нам присоединятся. Несмотря ни на что. Как бы их не дурил зомбоящий. Как бы не обманывали билборды. Они поймут. Система 5.10 это единственный выход из нищеты. И сегодня мы становимся идеологически заряжеными. Заряжеными на создание системы 5.10. А для этого нам надо выигрывать выборы. Вначале в мэрию. Потом в Верховный Совет. Потом еще раз в Верховный Совет. До тех пор, пока у нас не будет вся власть. Потому что мы опасно свободные люди. Присоединяйтесь к системе 5.10. Носите систему на себе. Потому что это ваша будущая система ценностей. У меня наклейка на машине 5.10. Я голосую за 5.10. А значит я всегда буду голосовать за кандидата в мэры 5.10. За кандидата в депутаты 5.10. То есть где бы я не видел цифры 5.10, я всегда буду их поддерживать. Где бы я не видел человека со знаком 5.10, я всегда ему помогу. Где бы я не встретил человека 5.10, мы тут же будем уговаривать третьего, чтобы он к нам присоединился. Присоединяйтесь к системе 5.10 и голосуйте за 5.10. Потому что это единственный выход из нищеты. Зарабатываем.